Не печалься, Россия, злую долю кляня. Правда наша стихия, остальное фигня... Ну как ведёт себя Фемида Владимировна? Это с чуждыми ей клиентами. Ну мы все видели, вернее устали уже удивляться. Но недавно ей выпало действительно тяжёлое испытание разобраться со своим. Под суд недавно попала фигура в буквальном смысле историческая. Напомним об этом деле сюжетом 130. Речь идёт о доценте Питерского госуниверситета Соколове, который зарезал, расчленил, а потом за несколько заходов, довольно по-деловому, неторопливо утопил свою аспирантку по частям. Ну с аспирантку, который несколько лет был в самых романтических отношениях. Вот сейчас будет зарезанная, разрезанная и утопленная Анастасия Ященко, а вот фрагмент их романтических отношений. Это действительно, видите, полная идиллия. Единственное, может вызвать вопрос, странный прикид этого молодого, ну хотя, наверное, не первой молодости человека. А вопрос-то нет, на самом деле, прикид этот у него, если не повседневно, то довольно обычный. Дело в том, все знают, что этот доцент-убийца член военно-исторического общества и не рядовой. Вот слева, сейчас он, видите, на коротке позирует с министром культуры Мединским. На каком-то военно-историческом мероприятии. Потому что мирно-исторический в России давно вышло из моды и государством не финансируется. А это последствия военно-исторического. Корова надета в форму солдата Советской Армии. Да. Вот еще автоматы где? Вот у них есть. Все. И вот, скажите, пожалуйста, как можно пилотку на корову надеть? Это что за патриотизм? Очень хорошо, все красиво, замечательно. Вот это нормально? Это замечательно. У вас дети есть, да? Это патриотизм. Ну, Соколова, конечно, быстренько убрали со всех официальных патриотических сайтов, но, по-моему, это несправедливо. Потому что очень уместная была бы статья. И портрет. Вот портрет. Хрен меня привлечет за оскорбление, кстати. Скотского патриотизма. И об этом, собственно, и будет номер. О этих ряженых. И о последствиях их этой ряженой сущности. Пожалуйста. В этом деле нужно разобраться. Может быть, характер наш таков? Мы ужасно любим наряжаться. Вся страна давно без дураков. В смысле, дураков у нас хватает. Это знает каждый не дурак. Но на праздник, в день 9 мая, их от нас не отличить никак. От грудного малыша до тетки дружным строем премся на парад, а на голове у всех пилотки. На груди иконостас наград. Ну, понятно, деды воевали. Стоит ли при этом говорить, деды бы одобрили, едва ли маскарад проможем повторить. Я артист. Мне по работе часто разные предлагают гардероб. Гардероб. Могут нарядить в корсет и ласты. На героя был похожим, чтоб. Тут понятно, это же для сцены. Если же выйти в свет таким козлом, то костюмчик граждане оценят, если матьюками повезло. Мог бы оказаться в автозаке, если нарядился бы ментом. И меня побили бы казаки, обзывая ряженым скотом. И при этом казаки-то сами ходят все в общественных местах с наглой улыбкой под усами, вне пойми, каких за что крестах. Ряженый и суженый. В России девушки гадают на таких. Женихов таких всегда просили. И не нужно никаких других. Ряженый чиновником ворюга. Ряженый под честного судья. Вся страна от севера до юга. Ряженая, говорю вам я. В сарафан, как кошка Куклачева, обрядился скрепный патриот. В гимнастерку, вырядив корову, скрепный фермер мясо продает. Каждый год на поле Бородинском в бой идут потешные войска. Битву финансирует Мединский. Но сейчас мы не о нем пока. В обществе истории военной, в царстве императорских орлов, числился сотрудник, офигенный питерский историк Соколов. Нацепив мундиры аксельбанты, думая, что он Наполеон, разрубил на части аспирантку. Не во сне, не по наружку он. Сядет не в тюрягу, а в психушку. По чужой одежке встретят там психи Николай II и Пушкин, Достоевский, Фрейд и Магдельштам. Если бы меня сейчас спросили, есть мечта, то я отвечу да. Хочется переодеть Россию в мирную одежду навсегда. Ей пошло бы ситцевое платье вместо гимнастерки и сапог. Что еще хотел бы пожелать ей? Счастья и свободы хоть чуток.